МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Праздничные шествия ожидаются 1 мая в городах Карагандинской области. В регионе готовятся к проведению майских праздников. Жители Сатпаева 17 апреля утром проснулись от ужасного запаха гари. Зловонный смог, накрывший город, оказался дымом от горящего мусорного полигона. Горожане утверждают, что подобное происходит не в первый раз. Уровень знаний казахского языка, актерское мастерство и навыки выразительного чтения продемонстрировали воспитанники детских садов. Отдел культуры и развития языков провел конкурс под названием «Казахшан Калай Балакай». В Карагандинской области начата подготовка к майским праздникам. Напомним, что в последний месяц весны казахстанцев ожидает сразу три праздника. 1 мая – День единства народа Казахстана, 7 мая – День защитника Отечества и 9 мая – День Победы. О предстоящих мероприятиях рассказали в областном Акимате. Более 200 различных мероприятий в Карагандинской области планируется ко Дню единства народа Казахстана. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации сообщил заместитель Акима области Жандос Абишев. В числе этих мероприятий – благотворительные акции и праздничные концерты. Непосредственно 1 мая в Караганде состоится традиционное шествие. В областном центре праздничное шествие начнется 11.00.1 мая. В мероприятиях примут участие этнокультурные объединения, члены Ассамблеи народа Казахстана, круговые коллеги в США, крупные промышленные предприятия, наши учителя, врачи, знаменитые спортсмены, известные деятели культуры и искусства, представители региональных инфекций и неправительственных организаций. Акимам городов и районов непосредственно 1 мая также следует организовать праздничное шествие с участием всех категорий населения. Одним из значимых мероприятий, посвященных Дню единства народа Казахстана, названо участие делегации Карагандинской области в работе очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана. Одним из значимых мероприятий в преддверии 1 мая будет участие делегации от нашей области в составе 42 человек в работе 26-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. Пять социальных инициатив, платформа социального единства общества, которая пройдет 28 апреля в городе Астане под представителем главы государства. В преддверии майских праздников предстоит большая работа по санитарной очистке населенных пунктов, отметили в областной администрации. Запланировано провести несколько крупномасштабных субботников в двух парках Караганды, Центральном и имени Десятилетия независимости Республики Казахстан, а также в сквере за кинотеатром Ленина посадят около 2000 деревьев. Первый субботник запланирован на 21 апреля. В целях качественной организации и проведения данного мероприятия прошу поручить Архимовым городу в районах организовать масштабно провести 21 апреля акцию посадки деревьев совместно с КСК-организациями, вузами за благовременно определить места посадки деревьев в количестве высаживанных насаждений. Также провести разъяснительную и агитационную работу среди населения для гарантированной сохранности ухода за высаживанными насаждениями и обеспечивших закрепление за конкретными организациями, учреждениями и коммунальными предприятиями. Информацию о проведении акции еженедельно представляют для свода в Управлении природного ресурсов и регулирования природопользования. Согласно календарю праздников, размещенному на портале ЕГОВ, выходным днем считается 30 апреля. На этот день перенесен отдых с субботы, 28 апреля, который будет рабочим днем. Таким образом, казахстанцы отдохнут с 29 апреля по 1 мая. Также выходной переносится с субботы, 5 мая на вторник, 8 мая. 7 мая отмечает День защитника Отечества, а 9-го – День Победы. Таким образом, казахстанцы отдохнут 4 дня – с 6 по 9 мая. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Жители Сатпаева с 17 апреля утром проснулись от ужасного запаха гари. До работы горожане добирались, прикрыв рот, нос медицинскими масками и шарфами. Как удалось выяснить, зловонный смог, накрывший город – это дым от горящего мусорного полигона. Жители Сатпаева утверждают, что подобное происходит не в первый раз. Жалуются, но не могут выключить. На это ведь выделяются деньги. Надо закопать мусор за городом. Одно из направлений программы «Рухани Жангру» – 100 новых книг – сегодня активно обсуждаются в педагогических кругах. О своевременном решении главы государства первыми заговорили педагоги высших учебных заведений, поскольку современная молодежь остро нуждается в получении именно мировых знаний. В Карагандинском экономическом университете организовали знакомство с национальными книгами. Проект «Новое гуманитарное знание» – 100 новых учебников на казахском языке по общественным и гуманитарным наукам был предложен главой государства в программной статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Суть его состоит в создании условий для полноценного образования студентов. В рамках этой программы в экономическом университете провели акцию Ассамблеи народа Казахстана, названную «Знакомство с национальными книгами». Ее главная цель – привлечь внимание студенческой молодежи к проекту и познакомить с переведенными книгами зарубежных авторов. Кроме того, у нас в университете есть около порядка 50 наименований книг иностранных авторов, переведенных на государственный язык, которые мы приобрели или они нам были подарены. Как раз вы можете наблюдать эту выставку книг по различным направлениям отраслям науки, по современной физике, биохимии, по IT-технологиям. И я считаю, я думаю, что эти книги, они сыграют большую роль в подспорьем важным является подготовке нашей студенческой молодежи к занятиям по избранным им специальностям. Преподаватели экономического университета заявляют, что сегодня много говорится о том, что у нас открыты двери в мир, о том, что должны внедряться лучшие образцы международного опыта подготовки специалистов. Уже составлен рейтинг мировых книг, по которым работают семь лидирующих вузов мира. Примечательно, что издания не будут переводиться на русский язык, их сразу переведут с языка оригинала на казахский. Это поможет в точности сохранить смысл того, что хотел донести до людей определенный автор. Ребята, эти книги, конечно, в первую очередь предназначены для вас, учащейся молодежи. И это очень важно. Понимать тот момент, что государство уделяет колоссальное внимание, затрачивает колоссальные средства на то, чтобы вы могли учиться по самым лучшим, признанным во всем мире учебникам. Эти учебники переиздавались не единожды и используются во всех ведущих мировых вузах. Я могу вам сказать, как предметник-социолог, я сама в течение 20 лет преподавания использую эти книги. Это действительно очень не просто интересные работы, это работы, которые позволяют изменять свой взгляд на мир, трансформировать свое сознание в контексте современных тенденций. Научное сообщество считает, что выход на казахском языке 100 лучших учебников мира даст эффект уже через 5-6 лет. После того, как у казахстанских студентов появится доступ к лучшим образцам научной мысли, они будут конкурентоспособными с развитым аналитическим и критическим мышлением. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. При проведении рейдовых мероприятий сотрудники ДВД Карагандинской области установили два факта нарушения законодательства по охране растительного и животного мира. 13 апреля в 35 километрах от села Байконыр задержаны два жителя Кызлардинской области, которые незаконно охотились на Сайгака. А 6 апреля на территории поселка задержан житель Актугайского района, в машине которого обнаружено 12 мешков незаконно добытой рыбы. На территории Карагандинской области задержаны браконьеры. По всем указанным фактам проводятся досудебные расследования. Назначены соответствующие экспертизы. К другим новостям. Карагандинские полицейские задержали мужчину, которого в народе уже прозвали кладбищенский маньяк. 17 апреля на Михайловском кладбище неизвестный мужчина беспричинно стал приставать к женщине. К ней на помощь подоспели неравнодушные горожане. Впоследствии у мужчины полицейские изъяли нож. В социальных сетях горожане также указывали на то, что задержанный выбросил и растоптал сигареты, якобы наполненные наркотическим веществом. Вследствие выяснилось, что мужчина страдает психическим расстройством. Женщина от претензий отказалась. По факту конфликта женщина претензий не имеет. Сотрудниками полиции проведена профилактическая беседа с данным мужчиной. А также информация о наполненных наркотическими средствами самокруток не соответствует действительности. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант». Город Санкт-Петербург. В Караганде из Санкт-Петербурга. Доктор Бочиновский с 15 по 30 апреля лично проведет прием пациентов. Избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи. Уберет причины хондроза, сколиоза. Использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок – 365-00. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас – 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь – распать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Маленьких карагандинцев проверили на знание государственного языка. Конкурс под названием «Казахшан Калай Балакай» организован отделом культуры и развития языков города. В ходе конкурса воспитанники детских садов продемонстрировали не только уровень знаний казахского языка, но и актерское мастерство, а также навыки выразительного чтения. Это не единственное стихотворение на казахском языке, которое пятилетний роман знает наизусть. Благодаря занятиям в детском саду Алтен-Сака мальчик бегло говорит на государственном языке. Одно из первых достижений романа – это участие в конкурсе вместе со своими друзьями из детского сада. Традиционный конкурс «Казахшан Калай Балакай» прививает детям различных национальностей интерес к изучению казахского языка. В этом году конкурсу исполнилось 11 лет. В этом году мы проводим его 11 раз. Цель данного конкурса является воспитание казахстанского патриотизма, также пропаганда государственного языка среди других национальностей. Конкурс проходил в три этапа – приветствие, театрализованная сценка из народных сказок и выразительное чтение стихотворения на трех языках, посвященных 20-летию столицы. Воспитатели детских садов города к участию в конкурсе подготовились основательно. Они считают, что подобным образом могут внести свою лепту воспитания конкурентоспособного поколения. «Как говорил наш президент, мы должны делать все, чтобы Казахстан вошел в список 30 развитых стран мира. Для этого мы должны воспитать конкурентоспособное поколение. Поэтому мы, в свою очередь, готовы внести свой вклад в реализацию поставленных задач. Конечно же, в работе с детьми возникают трудности. Обучение представителей других национальностей казахскому языку – очень ответственное дело». Для участия в городском конкурсе отобрали группы из 10 детских садов Караганды. Жюри высоко оценило подготовку детей, а также их умение достойно держаться на сцене. Участников наградили дипломами и призами. Гран-при конкурса досталось группе детского сада «Балауса». Токжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В рамках реализации программы «Рухани Жангру» в Караганде впервые открылся клуб краеведов. Торжественное мероприятие посетили столичные гости из научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан». В областном историко-краеведческом музее собрались краеведы, специалисты управления культурой, архивов и документацией, а также работники музеев и представители научной интеллигенции. Всех, кто ежедневно вносит вклад в изучение глубинных истоков национальной культуры, объединило радостное и значимое в жизни региона событие – открытие первого клуба краеведов «Асал-Мура». Нельзя не отметить, что по всей республике таких клубов всего несколько. Члены клуба будут заниматься составлением сборников, которые войдут лучшие труды в области краеведения. Поддерживать деятельность клуба будет научно-исследовательский центр «Сакральный Казахстан». Специалисты центра отмечают, что в последние годы краеведению начали уделять особое внимание. В целях его развития было создано и общественное объединение краеведов Казахстана. В прошлом году, летом, было первое сделано общественное объединение краеведов Казахстана, Туганжар, республиканских краеведов Казахстана, всех краеведов. И благодаря этому мы начали стимизировать краеведов и краеведческие деятельности. Кем является, кто такой краевед? Первое, надо знать суть краеведа. Мы узнаем, что краеведом может быть имя, например, ботаник, географ, картограф, музыкант, историк. И сейчас есть, да, и был такой посыл, благодаря областных краеведческих музеях создавать клубы такие, объединить краеведов, сделать. Это было создано для того, чтобы объединить труды краеведов, системизировать. Гости мероприятия уверены, что открытие клуба Асылмра положит начало новому этапу развития краеведения. Известный писатель, а также обладатель ордена Курметка Мельжин из Сеге, также, как и многие, считает, что в необъятном Казахстане все еще много неизведанного. По этой причине углубленное изучение природы, экономики, истории и культуры страны позволит оставить богатое наследие для следующих поколений и возродить патриотический дух народа. Это большое начало. Нужно прилагать усилия и молодому, и старшему поколению, чтобы это дело развивалось. Открытие данного клуба возродит дух казахского народа и внесет свою лепту в воспитание молодежи. Также в ходе мероприятия состоялось открытие выставки «Сарарканан-кассеты» из Керткыштера. Следует отметить, что за год существования программы «Рухани-Жангру» была проделана объемная работа по ознакомлению населения с сакральными местами Казахстана. Были сняты десятки промо-роликов, разработана виртуальная карта «Казмаб-Ки-Зет». В планах специалистов Центра «Сакральный Казахстан» организовать медиатуры для студентов и школьников, чтобы они могли проникнуться интересом к изучению истории и культуры своей родины. Торжа Анлянова, Жаслан Маклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде состоялся областной конкурс молодых исполнителей «Жас-музыкант». Мероприятие было приурочено к 90-летию известного композитора и народной артистки СССР Газизы Жубановой. Жюри выбрали самых одаренных музыкантов в четырех категориях из 60 претендентов. Задумчивый, немного тревожный взор, устремленный куда-то вдаль. Легким касанием клавиш Элика Султанова погружает публику в романтическое состояние. И нет надобности в словах, когда есть музыка и эмоции. Исполнять «Ноктюрн» нужно, пропустив произведение через себя, уверена участница конкурса «Жас-музыкант». Ну вот, например, «Ноктюрн» его нужно понять. То есть его нельзя сыграть просто как бы ноты, его нужно понять именно где как играется, то есть разобраться в произведении. Вот, также, конечно, там есть сложные технические места. Например, там в конце у меня очень длинные пассажи, сложные. Но если их отрабатывать, то все получится. Талантливые молодежи подобны Элике в шахтерской столице множество. Сегодня молодые одаренные музыканты собрались в Карагандинском гуманитарном колледже, чтобы принять участие в конкурсе «Жас-музыкант», посвященного 90-летию Газизы Жубановой. На областном конкурсе выступили 60 участников в возрасте от 13 до 16 лет. Самых талантливых ребят выбирали в четырех номинациях, таких как фортепиано, баянокордеон, домбра и кобес. Стоит отметить, что конкурс среди учащихся школ искусств и детских музыкальных школ проходит второй год подряд. Цель мероприятия – поддержка наиболее талантливых детей. Жюри конкурса строго оценивало участников, чтобы выявить тех, кто в последующем сможет не только выступать сольно, но и руководить оркестром или хором. На музыкальность, на технику исполнения, на подготовку ребенка. Может ли он в будущем руководить, допустим, тем же оркестром, хором. Организаторами конкурса выступили Карагандинский гуманитарный колледж, региональный научно-практический центр «Саракадарена» и управление образования Карагандинской области. В завершении мероприятия победителей наградили дипломами и призами, а их руководителям вручили благодарственные письма. Организаторы намерены проводить конкурс молодых исполнителей каждый год. Тухжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Савволстер. Субтитры подогнал «Симон»!